это нам надо больше здравствуйте дорогие братья и сестры сегодня в нашей студии гости из старинных русских областей которых называют сейчас как их правильно называть новоприсоединенными территориями а вообще-то новороссия наша родная новороссия заместитель губернатора херсонской области владимир русладович боделан и политолог владимир васич карасев и сегодня мы с вами рады вас видеть нашей студии и сегодня мы с вами поговорим о состоянии херсонской области и конечно владимир васильевич представитель донбасса уроженец луганской как я понимаю области поговорим о том что сейчас происходит какие настроения война идет очень тяжелая наши слушатели об этом хорошо узнают периодически выходит на связь наши друзья выходят и мы недавно поздравляли девятку девятую бригаду за звание гвардейской получили за нью-йорк так что не за тот нью-йорк но в общем то это тоже большая была победа в этой войне поговорим о том как люди переживают эту войну и наверное поговорим о информационной войне потому что информационно психологическая война которая ведется против нашей страны особенный удар направлен наши враги направили сегодня на народ новых российских территорий как их называют херсонской запорожской области вот поговорим как это пережило как они это переживают как нелегко приходится владимир русланович как херсон живет вот херсон же это вообще мало кто знает что это же что такое херсон для нас для меня херсон это памятник знаменитый потемкину памятник ушакову вот ушаковский проспект ушакова да идешь по проспекту ушакову памятник федору нашему святому федору ушакову главная улица херсона улица суворовская мы сейчас да мы сейчас ожидаем прославление александра васича суворова русского архистратика это город святыни наши там находились их пришлось увозить сейчас как народ сейчас переживать те кому пришлось покинуть оставить херсон конечно же добрый день спасибо вам большое что пригласили на этот эфир с огромным удовольствием постараемся да поделиться теми знаниями то информация которую мы себе несём чтобы вашим зрителям и слушателям немножко было интересно да нас послушать я конечно немножко да там чуть дальше жил чем в херсоне я сам одессит всю свою жизнь прожил в своем любимом городе для меня херсон как бы не был так близок и так знаком да как многим наверное жителям всей украины наверное всей россии к сожалению своему я слишком мало времени знаете когда мы там проживаем где проживаем соседствующих там территориях мы как бы резко их посещаем так получается в этой жизни потому в херсоне я побывал именно в центре херсона в своей жизни первый раз я побывал в апреле месяца 22 года буквально через два месяца после начала специальной военной операции и непосредственно да получил предложение приступить к работе вместе с руководителем тогда владимир васильевич сальдо возглавлял военно-гражданскую администрацию на данных территориях это совершенно беспрецедентный сложный период начала работы и вот да вот насколько вот можно говорить о всех красотах и тех улицах названия к церквях храмов и других объектов исторической значимости которые там есть на территории херсона я конечно поделиться этим как любой херсонец не могу потому что не имел такой возможности свободно перемещаться и по городу ну конечно мы по возможности выходили переходя с одного объекта в другой но большей степени приходилось и прятаться и вся работа была построена на удаленных таких то этом объектах с целью сохранения как бы жизни сотрудников то есть риски постоянных обстрелов это все постоянно происходило и вот практически до после проведения уже референдума мы просто перешли быстрой эвакуации с херсона тогда было принято решение нашим командованием что мы должны максимальное количество жителей убедить и все-таки эвакуироваться с херсона вместе со всеми органами исполнительной власти которые уже на тот момент зафункционировали потому что такого ранее как с херсонской запорожской областями никогда в россии не было то есть мы никогда не входили в новые территории которые в которых в с самого нуля самого начала выстраивали полностью работу всех органов власти на косах когда украина отошла они забрали туда все архивные документы все базы данных которые могли быть касательно собственности имущества это всего то есть все что надо было не изначально да то есть убеждать людей это как две две два отдельных потока работы убеждение людей о том что россия пришла с миром для установления порядков и свое своей безопасности непосредственно своих границ и второе то есть надо было убедить людей что мы все-таки не пришли туда как захватчики мы пришли как освободитель этих территорий и слава богу с божьей помощью да так нас люди слышали и слышат до сегодняшних дней и на единственное конечно очень сильно подкосила я не побоюсь этого слова подкосила именно вот эта эвакуация когда нам пришлось да резко вдруг принять такое решение и практически там за несколько недель практически вы эвакуировать город на левобережную часть понятно что условия подачи поставки и продуктов питания и без без рабочего моста и паспи постоянных обстрелов были очень усложнены и вот я я не буду ставить оценку правильности решения командования но колено было такое решение принято значит она была правильно и оспаривать этого было нельзя и в таким образом дальнейшем мы уже выстраивали и до сих пор выстраиваем работу всех органов власти уже в двух городах херсонской области это и скадовский генический на то есть мы поэвакуировали всех все сотрудники практически которые нам поверили с нами ушли это героические люди однозначно без я даже ну я думаю словами мы даже не опишем их слова и героизма потому что люди сожалению у многих осталась часть семей на том берегу у кого-то дети остались там кого-то взрослые старые родители то есть семья разодраны души людей разодраны люди живут одной только целью идеи возможности вернуться в херсон я живу и работают в этот на этих территориях с возможностью вернуться в одессу если мы я уже много раз говорил если мы с нашему руководству своему руководителю что если мы людям просто соберем сейчас всем скажем вы знаете в херсон мы не вернемся я ну наверное не побоюсь даже сказать я думаю что мы потеряем уважение и веру в нас как руководители огромного числа людей простите владимир руслан и что вас перебиваю я думаю это невозможно потому что глава нашего государства очень твердо сказал это российские территории по конституции после референдума и сколько бы нам не пришлось за них сражаться мы оккупантов а я считаю что те кто там находится это и наземные оккупанты фашистские тем более оккупанты но оттуда и сгоним как изгонялись херсон и николаева одесса может быть это грубо звучит я неоднократно себя как бы останавливал таких высказываний но я все равно опять же повторюсь потому что но без этого наверное пока нас не услышит весь народ россии потому что должна быть общая поддержка единая президента надо поддерживать во всех решениях решениях какие бы не сложные не были вот история потом докажет право мы не правы насколько можно было сделать мягче или нет но пока у нас останется хотя бы один клочок земли украинской земли под захватом вот тех вот сил которые сейчас действуют против россии я даже не буду говорить о его размере это может быть 10 квадратных километров может быть 100 метров но пока вот этот клочок останется рисков и угроз для нашей страны не закончится никогда вот европа пускай тогда там пусть там потом как-то разбираются с этими нацизмом националистическими там всякими вот эти привязанностями пускай они себя извините меня убивают свою культуру семейственность которую они просто уничтожают всякими вот этими скажем да там разрушение правил чувства сохранения семьи то есть что что сегодня происходит и может быть немножко перескочу да то есть сегодня для вот этой европы для вот этого да там я не знаю каких нормальными словами называть да вот для вот этой группы скажем стран которые сегодня пытаются доказать что их большинство то что это как по мировое решение которые борются с нашей страной то есть сегодня они им что надо сегодня им нужен продукт то есть людей которые мясо до которые будут на них работать то есть для того чтобы человек работал и не мешал да то есть это именно просто работал как был как фильм как мам ну есть английском слове muscles people то есть люди которые имеют только мышечные до возможность оказывать какую-то там деятельность он должен быть что у него должно быть достаточно скутное низкое образование то есть он не должен обладать каким-то высоким разумом то есть средняя школа максимум вот 8 классов все достаточно не надо больше мне будешь им сложно руководить второе вот мы сейчас говорим наверняка затронем тему веры на церковность то есть когда у человека есть дух когда у человека есть вера он готов на любые проступки но как правило эти все проступки они от божьей ну от бога да то есть это дусь не убей не сохранируй всех всех тех правил которые нам дал господь то есть как бы когда у человека нету веры он становится страшным то есть он уже становится теряет слово человечность если он не становится человеком соответственно отсутствие знания отсутствие семейных принципов то есть как бы да вот мальчик с мальчиком девочка с девочкой да это начинается у меня большая семья у меня пятеро детей для меня этот вопрос ну наверное самый актуальный я постоянно не устану со своей со своими детьми вести эту беседу показывать им своим примером ставках с любовью к своей супруге у меня отец мать показывали сюда для нас были большим примером любви семьи и как бы как это можно потерять я только счастлив что у нас наконец-то вот эти вот принципы закреплены в конституции российской федерации это единственное государство в мире на сегодняшний день которое это утвердило она бы на уровне своей конституции то есть как бы это то есть вот все вот эти вот решения они позволяют сказать что у нас есть будущее будущее которое как бы нас никогда но не закончится потому что вот правильно владимир владимирович наш президент сказал что при любой войне да мы попадем в рай вот а куда они попадут мы уже все прекрасно понимаем и знаем спасибо что вы еще раз так высказать вопросы веры это мы это основные вопросы то есть от самого начала было ясно для чего они пытаются захватить украину это удар по православию прежде всего я помню в начале девяностых вы наверное от старца иону игнотенкова часто был наверное не так часто как должен был бы быть но имел возможность конечно бывал а я у него я его помню еще вадимир русланович хадир василищ вы его знали не бывалю стажирование не получалось а я его помню еще простым монахом потому что вы при советской власти не разрешали руку полагать но тогда уже за ним народ ходил значит так не из москвы там один батюшка велел ему поклон передать когда в одессу направлялся вот тогда познакомились а потом в 90 в начале он сказал я у него в киеве был он говорит я сам малорус но нет никакой украины отдельно от россии это все святая русь а разделить нас придумали враги чтобы уничтожить православную веру на малой руси вот это вот эти слова у него кстати среди икон стоял портрет александра васильевича суворова я вот стекла прославлением занимаюсь александра васильевича беда он святой так что взял него благословение тогда и вот старец иона старец засима сокур знаменитый донбасский старец преподобного в ренте черниговский ведь они все говорили о единстве нашей церкви о единстве московской патриархии в киеве никогда не было патриарха не говорили патриарх в москве держите москвы и вот мы понимаем почему такая у них ненависть это фактически для православного человека ясно что это уже вес воплощенные то как они себя ведут то что они творят вот задача у них уничтожить православие на украине и мне кажется что сейчас православные там оказались на самой передовой вот этой борьбы с этой темной злой силы ну история православия наверное не раз переживала до попытки и уничтожения этот или подмену понимание все остальное на украине была создана украинская православная церковь вне угоду да там московской патриархии ну однозначно вот и на это как бы то и пошли их сколько я понимаю поддержана была ладно хотите свое и вопрос будьте свой но когда еще раз когда мы в суть веры пытаемся да вот но когда вот эти вы правильный десовщина вот когда они пытаются вы именно вот сейчас наблюдаем я не знаю я я не могу даже спокойно смотреть а когда это показывают это что-то что они творят в храмах даже вот сейчас вот мы понимаем с курской областью входит солдат кто он что у него внутри если он заходит в храм вору ворует иконы идет потом в интернете перепродает и где-то там что и что для него ценное может быть для этого человека вот это уже даже свяжу самое самое святое что только может быть надо только разрушить то есть ну или вот эти уроки там карате прямо в на алтаре которые там показывают это в каких-то храмах уже украины то есть я уверен что господь бог не даст как никогда раньше не позволил уничтожить уничтожить веру или самих людей веру в людях и не уничтожить мы покажи вы мы будем до конца веровать в то в то что на в нас посадили вот эти зернышки которые в нас есть и убеждать наших детей родных близких все таки да я очень много встречаю людей атеистов которые по многим своим причинам там боже там не верят господу пока не пришли я всегда говорю одно и то же еще не было такого человека который не поверит да если только успел доживаешь до старости придешь богу все равно будешь верить и от разных причин от страха от понимания от другого пересмотрения своей жизни ну вот но как бы она должна быть она появится но быть человеком который изначально уже и на пути там уничтожения не просто вера это мы же опять же говорили о том что есть культура культура в отношении себя своей семьи своих близких то есть это все то есть мое понимание это все такая вот одна большая широкая вера то есть как мы их однозначно в этом победим однозначно и просто единственное что еще раз говорю вот эти вот осадки которые сейчас вот дети вот маленькие которые подрастут и все это видят они сейчас как губки напитывают себя вот это все ложь и вот это все страшно да и вот как с ними мы будем себя как маленькие они перед переделываются маленьких мы с вами уроками перевоспитаем они также в себя хорошее получит у нас есть много примеров где детей буквально там везут силы и там в артек обратно они возвращаются поют уже песни там я русский гимны и все остальное и рады и счастливы у ребенка наверно к светлому душа и тянется от природы но сколько семей да уже с травмой которые мы сейчас получим когда победим окончательно это зло придем в одессу придем в киев придем там до западных границ и какое количество сегодня людей с огромной травмой молодежь 17 20 30 лет где потеряли сыновей и отцов это страшная травма которую мы будем переживать с нашими братьями в одних храмах молиться с ними вместе потому что я даже сомневаюсь что они смогут объяснить за что погибали их родители и там их дети не смогут знаете я вообще просто вот среди моих знакомых я естественно называть их не могу по именам но знаю семью замечательно никогда же в одессе вы знаете да и на донбассе точно так же никогда не делились кто русский кто украинец единые русские люди кто там армянин и еврей там все было как-то перемешку таки интернациональная значит города были но вот они он русский жена русская сын говорит я вас знать не хочу сыну под 40 я вас знать не хочу вы враги моего государства вы враги моей нации я вас не убил конечно но знать и вас не хочу представляете и вот сейчас они молятся потому что его раненым привезли тяжело ранено еще одна моя знакомая тоже которую хорошо знаю тоже православный человек плачет сын пошел чуть ли чуть ли не в азов не помню в какой-то из таких батальонов вот владимир васильевич как политолог какие там технологии я все думаю пытаясь разобраться какие новые технологии они применили что смогли так оболонить народ за 30 лет тут здесь действительно нужно наверное вернуться к тому времени когда рушился советский союз ведь уже в 80-х годах применялись эти технологии вот и расчет как раз был на то что вот есть человек который воспитан правильное семейные ценности вера язык история единая история всех народов советской россии да потом появляются различные новые руководители которые побывали за рубежом получили уже соответствующие инструкции не будем их назвать фамилии все их знают и вот вот этот вот мир правильный он рушится и чтобы заполнить это все нам это все заполняют различными садамистскими изображениями фильм фильмами ну как говорят еще просто народе джинсами и жвачкой да вот и получается потихонечку потихонечку и западные спецы начали рушить и действительно единство руси православные древние да вот и и три основных направлений я всегда не говорил первое направление это наша общая победа одна на всех историческая победа великой отечественной войне второе это язык русский который объединял все народы руси и третье ключевое это наше русское православие православная вера и вот если мы посмотрим взяв за основу украину исторические периоды все мы с вами помним чего они начали изначально началось переписывание истории по чуть-чуть по чуть-чуть то ведь мы же помним сразу же не сделали бандеру и шухевича там и прочих там героями украины не сделали но как они зашли вот на западной украине считают их героями давайте мы разрешим пускай там будут стоять им памятники одессе донбассу киеву говорят сушки ну мы же как бы не против что у вас там памятники советским военачальникам что вас там памятники ленину а на западной украине у нас же демократия давайте поставим памятник бандере вот они так вот видят вот для них он герой потихонечку они стали уже продвигаться дальше к центральной украине уже к русским городам киеву к одессе и так далее уже потом когда появились после переворота четвертого пятого года ющенко тогда они уже в открытую так вот вот это вот теперь наши герои а там жуков там ракосовский василевский нет там начали уже в ритм ну там советская власть переукрашивала то есть они начали подмену делать по истории великой победы они начали завышать помощь союзников в итоге они договорились за того что вообще-то там ну так красная армия где-то там боком в основном так британцы американцы они начали по этому направлению параллельно параллельно они начали работать конечно же по русскому языку когда поднимался вопрос значит и историками учеными что слушайте ну да конституция украины до украинский язык государственный да вы защищаете языки малых народов украины ну как они хитро говорили но ведь русский народ основной на украине он не может быть малым народом он не подходит под этот закон поэтому хитро было поэтому зачем нам защищать русский язык ну и так на нем все говорят и постепенно вот это стало вымывание но основное самое тяжелое для них было чтобы оторвать украинский народ от русского это конечно была вера православная и они опять же начали с галиции западной украины я помню отлично как в девяносто пятом году когда я приехал значит в одном из там молодежный форум должен был быть мне была интересная деятельность ряда католических священников западной украины они были на этих форумах православных священников не было католические были то есть заходишь в помещение форума и там лежат книги рядом с библией католической библии лежат книги якобы ну издательство польское но на украинскому на русском языке и там они уже тогда начинали делать подмену вот и в результате мы к чему приходим они полностью подменили историю при поддержке запада при поддержке евросоюза с сша они полностью выдавили русский язык и конечно это чтобы наблюдаем действительно этот шабаш на территории украины они просто у не уничтожают веру православную они уничтожают веру православную как получается порошенко сказал мова армия вера да вот они по всем трем да да ну вы говорите про технологии немножко тут в некоторых вещах с садимом васильщин готов поспорить я мне кажется знаете вот опять же это он мы уже не раз-то проходили вот ранние девяностое вспомнить образование таких всяких там пацанов группировки бандитов да там которые сами от себя там до защищали там какой-то бизнес который пытался хоть как-то там построиться создастся и все остальное ведь простые да вещи какие должны быть вот для них то это опять же грамотность уровень нещаешь самый низкий уровень грамотности второе они не героев создают они идолов создают они поднимают сегодня с историей для какого-то там урода изменить изображение который там уничтожал людей и они показывают этот молодежи которая за ними сейчас идет как будто ты можешь быть такой же и ты будешь вот будешь таким же героем будущем ты можешь убивать резать грабить воровать делай что хочешь бери только автоматы иди и они находят какую-то цель мишени вот они вот и вот их на то убивать ты станешь героем то есть вот этот идолизм вот это вот это фактически да опять же только только от зла происходит это то что сейчас требуется молодежи что он не востребован ходить ему некуда то есть фактически образование ему не позволяет там ну выбиться да там в заграни там чего-то там же он себе даже это не может представить а тут ему дают извините меня на тебе автомат на тебе там это самое и иди бери что хочешь ты герой будешь выше всех да конечно для молодого для там 20-летнего там 25 лет на этом почитаем тогда там подростка елки-палки а что же мы такая лафаевым все это на голову упало там себе чувствует кроме себя так чувствует везде они куда-то мне поедут сейчас посмотрите в стране люди там кто кто-то мне форме то все уже боятся на улице едут везут гроб должны все стоять на коленях молиться креститься кто не встал того можно там застрелить что это такое что же за бесовщина-то такая происходит стране потому конечно же да вот это вот как это не просто подмена сознание это управление разумом это управление молодыми людьми которые сегодня уже за 10 лет 10 лет елки-палки 10 лет уже дети в школу пошли уже во второй-третий класс то есть они уже те которые вот эти вот изначальные да там националисты так туда мы их так называем заняться место сакты не сатанисты националисты это к ним не имеет никакого отношения это кто-то грамотный кто вот над ними стоит умудрился какой-то из исторических там факторов подменив его значение сейчас уже рассказывают что 10 там не 200 300 лет а там 640 это суда да там как хаджибею да там городу который был там не город который был там небольшой рыбацкий там порт так скажем да там ну турецкая крепость не дашь и было там поселение это не было татарская деревушка город включает себя там части районов до там выстраиваться имеет планирование это совершенно ладно это такое длительная история в этом уйдем ну вот вот это вот группка людей до которые управляют молодежью они сегодня дали им хлеб зрелище да и возможности быть безнаказанными а что им еще надо я правда говорил всегда что чтобы из-за одессы убрать все русскую им надо снести все булыжники с пушкинской улице вы нести все дворцы турки бы с удовольствием в это сделали у нас готовы видеть это кстати булыжник практически вес одессы вывезен покрыта потом асфальтом да то это бы уже это проходили тоже с некоторыми мэрами в нашем городе вот это итальянский из лаву везувио которые тогда при пушкин потому и уже в центре как бы очень мало где осталось осталась сама брусчатка может быть там самых-самых центральных частях города вот но тем не менее где-то осталось где-то можно будет восстановить это можно будет и нужно будет может быть до возвращать этот лик который был многие спорят да кто такой одессит и многим период 10 это национальность однозначно пускай это в паспорте не пишется но это однозначно путь почему одессит эта национальность да потому что у нас в городе прозор проживает в одессе в одесской области лежат более 200 национальностей если болгарские села гагаузские села румынские села еврейские местечки то есть это и немецкие села поселки до этого района новая сербия греческая конечно и каждые назвали греческие мы можем перечислять все есть и всем есть место потому что все все любят этот город одинаково немецкий люсдор мы это черноморка потом и совершенно да вот это ценность человека умение разговаривать на многих языках не обязательно только русский пускай это будет не захотите говорите на французском хотите на английском дай бог есть странные примеры где 45 национальных языков ничего страшного с этим нет это не вызывает никаких споров чем больше чек знает языков тем он богаче и опять же и духовно потому что требуется изучение датам истории то это уже то это тоже то тоже государственности где откуда ты этот язык знаешь вот так принципе нас учили до учишь английский язык изучи их историю да мы вот приезжаем общаемся с американцами которые мало того и своей истории не знают кто это мне какая-то там по своей историческим давности так они естественно история какая история других государств может интересовать если они свои не интересуются у нас духовность нашего русского человека значительно шире чем любой другой национальности с нами сами могут поспорить только там скажем да там британцы может быть там да там французы там итальянцы это ну я я сомневаюсь что кто-то еще наравне может стать знать и знать как в общей массе что вот насколько и знание познания глубоко своих исторических принципов своих культур культуры все остальное как это знает русский человек на уровне даже окончания школы любой сегодня средний то есть наш любой ребенок он фактически он реально знает историю может быть не так глубоко как хотелось бы но он ее знает теперь что касается соседних государств всех да вот и пока мы это опять же все не поймем никогда год советские страны до всех кто входили в советскую советских республик страны они принципе да изначально за столько лет так были построены что друг без друга мы существовать но не сможем ну или по крайней мере должно пройти не одна там сотни тысяч лет чтобы мы смогли образоваться в каких-то там иных плоскостях как-то там может быть переродиться там уже должно как-то смешение кровей произойти какой-то иной то есть кто-то эту территорию просто ассимилирует куда-то мы заберет но вот до тех пор пока мы мы просто вынуждены объединяться мы вынуждены объединяться потому что единое зло сегодня работает против всех нас и когда мы маленькие вот в отдельности она нас легко разрушает вот и вот как как спас владимир владимирович россию я это считаю что эта история еще будет оценена это сейчас это недооценено еще близко даже недооценен потому что человек умудрился сохранить и мало того что сохранить вывести россию в такое же русло подъема да это это конечно же можно было бы да там сейчас усилить да какие-то там направления там финансирования каких-то социальных там да там проектов показывает что ты там вот вот и тут делаешь лучше возраст снизить пенсионных где-то там добавить еще пенсиям чуть-то но это все такие знаете как бы популизм который приведет в конечном случае через пять десять двадцать лет к краху потому что сегодня делается в нашей стране как как выстраивается экономика вот этих сложнейших условиях санкций которые против не по беспрецедентных совершенно которые происходят против россии правда конечно хотелось бы чтобы мы их вообще не ощущали даже у нас это все производилось на когда-то советский союз куда там люди имея средства это на руку в руках который кстати мы сейчас опять к этому наверно приходим то есть имея достаточно большие объемы средств и денег в руках этом в карманах кошельках там банках на сбербанках сберегательных счетах имели себе возможность докупить машину квартиру переда но не могли то есть возможность государства снабжать потребности населения было минимально то есть фактически за всем была очередь то есть как бы может быть конечно сейчас мы уже да вы уже перескочили современных технологиях человек вправе и способен себе приобрести все что он хочет там только от цены зависит вот но тем не менее мы сегодня видим как поднимаются производства как поднимаются промышленность как выстраивается совершенно даст сынов и сынового уровня конечно к сожалению в войне но мы все прекрасно понимаем что развитие обороны без участия боевых и там без тренировок и все но невозможно то есть потому как бы учитываем что да вот то что сейчас происходит за два с половиной года мы сейчас совершенно видим иной механизм управления уровня обороны страна сегодня вышла на совершенно иной этап она показала значимость своего солдата своего своей техники возможности стоять в самых сложных условиях которые есть потому я уверен что таких перспектив развития и восстановления и опять же да и планов на будущее там даже до тысячи лет как у россии нету больше ни у кого вообще к сожалению я думаю вы со мной согласитесь что сожалению люди забывают очень хорошая им простите люди хорошему привыкают очень быстро и забывают то плохое что было совсем недавно то есть когда объясняешь то что было со страной происходило во время первой войны на кавказе второй войны на кавказе во время как наша армия без связи совершенно было в каких условиях во время войны 8 08 08 что происходило то вообще оценивать то что сделал владимир владимир путин для страны чтобы поднять и почему такая злоба у нашего врага как их называли еще недавно наших партнеров заклятых друзей потому что с россией они думали покончено навсегда а вновь совершается очередное чудо русской истории я когда-то в четырнадцатом году написал статью летом когда первые бомбежки донецка и вуганска первые залпы третий мировой то есть это уже ясно было что война на русской земле идет совершенно что это война уже начинал началась на нашей войне и и люди жили вам многие добровольцы поехали но в основном население не чувствовал эту войну и вот не только на украине не чувствовали кстати когда на украине спрашивают иногда а нас за что да и иногда отвечаешь ребята а вы когда вам донецк бомбили вы же старались этого не видеть вы как-то свою совесть усыпляли хотя надо сказать я думаю вадиме руслан и со мной согласиться когда говорят почему одесса не восстава люди не представляют что этот режим по своим технологиям оккупационным он гораздо хуже чем режим нацистский я вам скажу чем при румынах и немцы до обязательно скажу и с удовольствием прокомментирую почему одесса не восстала знаете одессе не повезло так крыму реально не повезло однозначно буду повторять это не знаю сколько вот буду жить буду говорить как вот крыму реально повезло в крыму появился лидер но в частности крыма это была республика да и настроение и возможно нахождение сил и средств российской федерации части севастополя они как бы позволили да вот как-то очень быстро оперативно отреагировать как бы данные движения которые ты на на требования вот того лидера с людьми массы людей которые потребовали практически защиту там от определенных слоев населения даже своего внутреннего да там не все были настроены это понятно это это было бы как страшная вырезнять было бы значительно хуже чем в одессе произошло во второго мая те события которые меня больше всего в своей жизни затронули но одесса готова была встречать в одесса действительно показывала всеми своими фибрами души что она готова встречать русского солдата и готова нужна была поддержка 25 тысяч выходе и и эта поддержка не пришла сформировать защиту но одессит вообще он априори такой знаете у нас нельзя сказать что безразличный ни в коем случае но доброжелательный неконфликтный неконфликт совершенно народ нам мы когда поверьте когда руководить что или иной структурой государственного управления в любом городе и надо ставится задача это вывести людей там на возложение цветов там на какие-то другие мероприятия я вам откровенно скажу вот вывести одессита на протестные мероприятия это невозможно ну просто невозможно вот по любым принципам может кто-то боится кто-то не боится это слушать я дома посмотрю в этом себе по протестуете вот я с вами я с вами вы главное знаете что я с вами но я дома буду то есть вот это одессит вот если собрать на праздник посидеть там за столом где-то там погулять салют посмотреть вообще не вопрос толпы будут стоять 1 апреля новый год там понятно парад отдать память героям великой отечественной войны освобождение города одессы там 10 апреля это вот те положительные какие-то эмоциональные праздники на которые одессит всегда пойдет протестный практически никогда даже даже там чуть ли не административным способом это это очень плохо работа легче привести соседних сел там с регионов там людей как бы это будет значительно проще и поэтому используя до отсутствие две вещи отсутствие лидера который мог бы за собой повести людей и вот это душевное качество состояние человека не позволили одессе решить свою судьбу севастополе чего бы алексей челы и аксёнов луганске валера болотов луганске валера болотов да и и донбасс но здесь надо сказать что как друг ополченец уроженец донбасса говорил всегда мы для нас окоп в котором наши отцы и деды на сувермогиле сражались в тех же окопах с ними в эти же окопы и встали поэтому я вообще хочу сказать что одесса с луганском и зонецком исторически связаны если взять даже опять же историю обороны обороны одессы когда неким уже было заменить некими просто взяли шахтеров их вооружили было большом количестве только ручные гранаты и саперные лопатки оружия не было их просто отправили сказали нужно продержаться максимально хотя бы ряд день вот они использовали мы есть известный памятник в одессе как раз у шахтера луганская донецка то есть как бы поэтому у нас когда случилась трагедия я был в это время работал в луганской администрации ну как раз уже была армия юго-востока ополчение луганская да и когда случилась трагедия на следующий день на входе в луганскую администрацию делают у нас там баррикады там шины колючая проволока это далее появились плакаты сделанные неумело по простому краской одесса луганск скорбит одесса луганск с тобой и одесситы которые смогли вырваться из этого ада они приехали в луганск спустя пару дней и вступили луанское ополчение и они рвали в бою за одессу просто рвали поэтому я конечно же поддержу владимира русановича и нашего верховного главнокомандующего владимир владимировича путина который сказал очень кратко и очень красноречиво одесса русский город так они . да и я рассказывал нашим слушателям в передачах посвященных 80-летию освобождения одессы рассказывал о том что ведь как партизанское движение создавалось в одессе молодцов бадаев знаменитый майор в нквд закончу спец школу диверсионные разведывательные работы прибыл до сдачи одессы еще вывода войск в крым одессу уже не сдали до конца значит румынный день в город не входили отогнали одна из самых блестящих операций вообще в мире больше таких нет его 20 целой приморской армии но бадаев то был профессиональный разведчик был штаб партизанского движения в москве а как вы требовать от одесситов состоял в нынешнем положении страшного террора но там просто чтобы люди представляли не рассказывали еще до 22 года один участник а то его не пропустил человек одессит в очередь за такси к такси там стоял несколько человек он пошел в ближайший магазин купил кухонный нож подошел со спины ударил бил этого человека человек этот погибших оказался отцом трех детей врач по профессии и этого отошника не судили то есть они показали всему городу что убивать можно будут убивать кто хочет из затошников и вы ничего не сделаете люди не представляют в каких условиях на оккупированных территориях все живет народ и поэтому мы должны молиться о них одесса и владимир русланович это знает это город великих святынь наших касперовской иконы пресвятой богородицы мощи святителя инокентия инокентия херсонского русского златоуста иона атаманского мощи и вот эта связь конечно духовная она не прерывается мы молимся и надеемся что вернемся в одессу а я знаю что вы задумали возвращение в херсон ознаменовать возвращение на родную землю на родину херсона и одессы мы обратились с нашими друзьями единомышленниками достаточно большое количество наших друзей и одесситов и херсонцев на имя патриарха направили обращение там у нас две было просьбы да одна просьба это касательно увековечивания памяти погибшим нашим одесситам 2 мая мы хотели сделать небольшой там да памятный монумент разместить его на территории одного из там храмов или может быть монастырей на территории москвы для того чтобы одесситы которые здесь очень много одесситов проживает и сторонников да так скажем память этих событий которые могли бы хотя бы 2 мая раз в году посещать как бы данное место так это давать дань как бы тем людям которые действительно герой геройски так же погибали вот как раз за те принципы для сохранения нашего города русского города вот это была и идеология которая мы уже сейчас приходим уже опять же силовым способом даже по исходу десяти лет вторая просьба которая ну это уже рвение души то есть я хотел получить благословение патриарха на те может быть я не скажу героически сегодня героев у нас уже очень много в стране все выполняем одну задачу но как-то так душевно чтобы получить поддержку по исходу уже вот этих вот уже почти трех лет которые мы проработали в Херсоне мы хотим сделать две иконы одну для Херсона то есть подарить ее городу Херсону при возврате крестным ходом когда с москвы прям осветить эту икону с помощью патриарха и передать ее уже в херсонский храм вот и вторую естественно в Одессу то есть для меня это очень важно потому что я буду искренне понимать и верить что если патриарх пойдет на такой шаг и действительно отдаст нам немножко своего времени минуту своего просто знаете как подходишь к батюшке и говорит благословите отец положил руку на голову и сказал благословляю сыну вот это для меня будет для меня это будет единственным значением у меня их два есть принципа я хочу успеть увидеть своего отца я должен до него дойти он в Одессе вот я даже не представляю себе иного разворота событий мать к сожалению не дождалась уже вот отец ждет и каждый день мы с ним стараемся часто хотя бы по телефону общаться по мере возможности вот он всегда говорит я жду вот я вот хочу вот вернуться к нему и просить на это благословение патриарха потому что это даст и мне сил я думаю что господь все-таки услышать наши молитвы простите во сколько у нас времени еще еще 15 минут хорошо я думаю что обязательно мы в Одессу вернемся трудно сказать когда это будет некоторые ропщут но на самом деле постоянно объясняем воюем против нас 50 стран очень мощных во главе сша блок нато союзники у нас китай индия можно сказать не настоящие союзники но хорошо что не враги не враги да и в чем-то так поддерживают но они скажем так прямо у себя на уме поэтому мы одни стоят а весь народ наш еще не понял всю серьезность этой войны что у нас не просто хотят победить нас собираются уничтожить навсегда решить русский вопрос как они говорят поэтому и кстати если возвращаться к херсону эвакуации херсона тогда я насколько понимал у нас же нет всей полной картины все обстановки но уже тогда мне было ясно что если затопит как они потом и рванули каковскую газ то положение будет не просто сложным говорят понтоны можно навести но мы представляем эту местность что вот там сейчас идут бои за острова как там все было сложно и при господстве хаймерс и дальнобойной артиллерии мы бы потеряли просто всех кто остался херсон защищать и просто наше командование даже не только бойцами рисковать не могло но и мне кажется жители не хотели города подставлять под удар в случае уличных боев все-таки это наше если с духовной стороны говорить то это гуманность она не просто гуманность а стараемся все-таки по христовым заповедям как-то и и мы же все-таки знаем что там есть люди в харькове в киеве том же которые нас ждут и мы вот это наше самое большое кстати и счастье наше да духовность и беда наша потому что наш солдат которые приходят на фронт как правило да вот как вот даже сами бойцы говорят кто первый бой пережил есть шанс что будешь дальше жить потому что научить человека убивать другого человека наверное это невозможно но тогда можно тренироваться по мишеням стрелять хоть каждый будешь гениальным военным но в момент когда тебе надо лишить кто охотник понимает да когда вот и смотришь там животное которое выбегает да там в это в чувствах азарта там стреляешь и все равно тебя прям вот адреналин тебя переполняет тебя штусят скажем да там берешь жизнь у животного который вот этом специально шел на охоту чтобы там этого олененка или там птичку какую-то принести а успеть среагировать плюс принять такое решение решить в кого-то жизни русскому солдату очень сложно очень сложно ребята которые идут им очень требуется поддержка церкви поддержка и общение с с церквями с батюшками на местах это очень важно потому что на самом деле не везде да там наши святые батюшки могут проезжать по линии фронта общаясь с ребятами особенно после сражений после этих моментов с этим очень сложно жить мы знаем очень много ребят которые уже там отвоевались получили ранения вот мы с ними общаемся как разрушаются семьи с какими судьбами с какими мыслями они возвращаются домой кто-то спивается кто-то даже снаркоманиваются кто-то там еще то есть люди людей надо держать надо помогать и это общая работа и психологов и в первую очередь в первую очередь церквей потому что люди все-таки но опять же да когда совсем плохо куда идут идут в цифрам идут просить помощи у бога вот и это 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 нельзя просто упускать думать что она пройдет это это болеть сама не пройдет какие вот огромная задача стоит да там у нас очень много детей получают взрыва травмы то есть ну различных типов там минозрывные травмы там любые прилеты все остальное то есть контузию по ребенку не скажешь он получил контузию там ну она прошло там там вроде все и здоровенький вот а вот опыт врачей уже показывает что нет как раз у детей после подобных травм со временем образуются очень сложные да сложнее очень сложные заболевания с разве связанные там с его умственными там развитием и все остальное потому вот сейчас мы будем приходить потому что нужно создавать учебные заведения которые будут лечебные всего заведения которые будут заниматься именно этой профильной работы потому что так нельзя врачи специалистов таки они должны будут я бы я уверен что будут скорм Ox образовываться такие лечебные заведения, которые будут именно заниматься этим профилем получения травм. Потому что оно требует внимания. Если взрослый человек, он уже созданный, умственный, созревший, он эту травму переживет, как одно из сотрясения мозга, травму костей, то у ребенка этот процесс достаточно сложнее, и его нельзя упускать на самотек. Так и вот душевное состояние бойца, который возвращается домой, слава богу, возвращается к героям. При любых поддержках государства, при тех действительно серьезной поддержке, сейчас уже работают в поддержку тех, кто получил статус ветеранов боевых действий, государство занимается их трудоустройством, дополнительным образованием, но психологическим его поддержкой и его возвратом в нормальную мирную жизнь нужно заниматься сейчас, уже не откладывая на потом. Мы с вами тоже знаем опыт и афганских войн, и Чеченской войны, и других, и знаем, к чему это все приводит в дальнейшем. Какую агрессию. Если нет духовной опоры. Эту агрессию нужно тушить, пока оно еще не заплавало. Потому что огромное количество мужчин, женщин, 400-500 тысяч человек, когда война закончится, они вернутся к мирной жизни, и мы должны понимать, что они должны быть все востребованы на тех же условиях, на которых они востребованы сейчас. То есть, я трагедия афганцев, которые возвращались, была в том, что тогда разваливалась страна, и говорили, мы вас туда не посылали, и они почувствовали себя брошенными обществом. А сейчас война народная, и мне кажется, что очень важно, вот эта война нам послана Богом, чтобы мы снова семьей стали народом. Постепенно это происходит. Кто-то вяжет сети, кто-то помогает при храмах, очень многие храмы собирают помощь, отправляют. Кто-то волонтюрит. А огромная же часть близких, 24 на 7, сердцем и мыслями с теми, кто там на фронте находится. И вот страна меняется. Мне кажется, вот эти изменения, они и приведут к победе. И чем быстрее мы изменимся, тем скорее победа наступит. А ожидать победы, скажем, раньше, наверное. Вы, кстати, право добавлю, с 2014 года в первую очередь гуманитарная помощь на Донбасс шла от Русской Православной Церкви, от батюшек, от паствы. Храмы собирали, московские церкви собирали. Я сам возил гуманитарную помощь, и в Луганск, и в Донецк, и ребята, которые здесь, в Москве, общественники, они говорили, церкви помогают. Поэтому вы абсолютно правы. С нами Бог, с ними сатана. Поэтому мы победим вне всяких сомнений. И вообще в этом не сомневаюсь. Кстати, если мы о детях заговорили, то мы же спасаем детей на Украине. Потому что, когда видишь их кадры, когда маленькая девочка, совсем дошкольный возраст, стоит с двумя ножом, буду резать русню, то ты понимаешь, что они калечат эту бедную девочку, ангела, фактически, еще. Они же калечат ее душу. Что из нее вырастет? Она же ненормальным человеком вырастет. И война идет, в том числе, за этих детей, чтобы их спасти и вернуть к нормальной жизни, к нормальному состоянию. То есть война очень сложная. Но затягивать нельзя. Затягивать нельзя, да. Затягивать нельзя. И я думаю, что очень многое решается. Иногда наши православные люди попадают. Я просто знаю по некоторым звонкам. Попадают под воздействие ЦИПСО, под их пропаганду. Я постоянно говорю с первого дня СВО о том, что задача у врага очень простая. Внушить неверие в руководство страны, внушить неверие в своих командиров, солдатам. А ошибки на всех войнах бывают. И ошибки мы знаем. И такой войны еще не было. Это война нового поколения. Что тут говорить? Еще, если позволите, чувство сомнения, мне кажется. Мы же тоже сомневаемся, до каких границ мы дойдем. Какие города мы освободим. Это же сомнения. Это страшно. Мне кажется, когда человек не уверен в чем-то, это самое, наверное, как и страх. Одни из таких вещей, греха. Нельзя сомневаться. Нельзя бояться. Надо верить, надо понимать, что все будет хорошо, но тем не менее. Вот мы сегодня можем понимать настроение одесситов, николаевцев, киевлян. Какое бы оно ни было, но они не знают. Знаете, многие говорят, а вы придете? Мы-то хотим, но вы придете, а мы не знаем. Я в этом уверен, потому что я этим живу. А вот даже я не говорю, когда. Вот если бы мы сказали, что мы однозначно придем. Вот ждите, но мы точно придем. Это наша цель, военная цель наша, дойти вот сюда. И тогда и солдат знает, где его цель, куда ему надо дойти. Тогда все прекрасно понимают, что никаких там договоренностей невозможно достичь. Полная капитуляция территории Украины при ее каких-то формальных правах людям решать потом, чем или чем они хотят быть территориями, проведя там референдумы на этих территориях. Но они должны знать, что это цель России сегодня освободить эту территорию от того ИГ, которые там есть на данный момент. Вот тогда мы можем говорить о поддержках тех территорий людей. Потому что на сегодняшний день они боятся, они сомневаются. То есть у них сегодня все работает против нас. И соответственно, у них работает только одно возможности. Даже, поверьте, я же смотрю по тем, кто выехал с территории Украины, уехали с детьми, со всеми. Но они же куда уехали? Они же поехали не в Россию. Они поехали кто в Молдавию, кто в Германию, кто в Италию, кто куда смог, кто у кого денег на что хватило. И работают там, горшки моют. Но в большей степени, кстати, народ. Клубничку собирают. Кто-то органы продает. Я не знаю. Люди там выживают просто на тех территориях. Реально работают с целыми семьями. Но при этом они не сюда поехали. Потому что они не знают. Они могут потерять возможности. На меня смотрят, говорят, а ты можешь приехать в Одессу? Ну сейчас-то там, когда. Даже если мир заставит. Вот сейчас настанет мир. Скажем, все. Вот остановились на тех границах, на которых есть. Я смогу поехать в Одессу? Не смогу. Никаким образом. Как мне, Владимир Русланович, как мне приходилось слышать от тех, кто на Украине сейчас. Воюйте по-настоящему. Не жалейте нас. Я слышал от людей. Да, и так, да. Нам может прилететь, нам нашим близким. Но воюйте по-настоящему. Если вы этот фашизм не задавите, никакой Украины не будет. Никого, ни церкви православной, ни нас. Это люди говорят вполне искренне. И вот то, что вы сказали, для них очень важно знать, что мы придем. И нам важно знать. И нам важно знать. Ну а мы придем, потому что нам... Помнить мы должны песни, которые в 1942 году еще, когда Одесса была под оккупацией, Николай, Херсон под оккупацией, и немцы вообще еще. Сталинградской битвы не было. А Клавдия Ивановна Шуженко пела в этой песне. А когда фашистов не будет и в Пальмине, и к своим любимым мы придем опять, вспомним, как на Запад шли по Украине. И вот эти звезды Черноморья будут нам сеять. Славная Одесса, город Николаев эти дни. Одесское подполье написало шикарную песню. И я вам ее обязательно перешлю, подарю. Я ее сам успел, записал. Мы ее первый раз анонсировали на день нашего города. Одесситов никто не знал, кто ее пел, просто включили. Я со стороны смотрел, как люди плакали. У людей текла слеза с небольшим видеорядом наших улиц, наших городов, нашего города Одесса, непосредственно, до каждого Одессита святых мест, где он вырос. И я просто видел реакцию людей, насколько она душа зацепила, насколько это важно. Потому что я эту песню вашим слушателям, зрителям тоже потом подарю, если захотите ее поставить. Может, мы и сегодня успеем в эту передачу эту песню поставить. Спасибо. И благодарим вас. Напоминаю, у нас в гостях сегодня беседовал с нашими слушателями Владимир Русланович Бадаван, заместитель губернатора Херсонской области и Владимир Васильевич Карасев. Наш... Карасев, правильно? Карасев. Владимир Васильевич Карасев, политолог. И братья и сестры, мы все будем помнить, война тяжелая, но мы будем помнить, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.